Главным ньюсмейкером культурной жизни Бобруйска уже на протяжении 75 лет остается театр. Не простой, а Могилевский областной театр драмы и комедии имени выдающегося белорусского классика и нашего земляка Винцента Дунина Марцинкевича. Уже совсем скоро состоится открытие юбилейного театрального сезона. И если театр начинается с вешалки, то новый сезон с премьерной постановки. Главный театральный храм города уже давно приучил своего зрителя не только классическим постановкам, но и совершенно новым, а порой даже дерзким премьером. Новый для себя год он решил начать с истории, которая до боли знакома каждому. О стремлении покорить большие города и вечном беге за мечтой. Провинциальная эпопея с настоящим хэппи-эндом под кодовым названием «Сиртаки». Вот мы ставим Ольгу Прусак, это история «Сиртаки». Достаточно наивная история, я бы даже сказала, слегка такая, слегка детская. Но совершенно полностью соответствующая вашему городу. Вашему городу и другим региональным городам, от Бобруска до Даугавпилса, всем маленьким городам. Без друзей не бывает по-настоящему хорошего праздника. Открытие 75-го сезона – это грандиозное событие. Минск, Пинск, Могилев, Витебск. Слова поздравления Бобрусскому культурному центру летели из самых разных уголков Синёкой. Не обошлось и без гостей из ментально близкой нам России. Представители Калужского областного театра юного зрителя не в первый раз в нашем городе. Они знают, любят и ценят подмозги этого легендарного учреждения. В 12 лет Бобрусск встречает нас, а мы в Калуге встречаем этот театр. Здесь было становление, здесь была такая работа тяжелая, и у нас тоже. И вот мы как схватились друг за друга, так вот, дай Господи, вот до сих пор эта радость у нас существует и у наших зрителей. Багаж нашего культурного храма богатый и разнообразный. В юбилейный сезон он уж точно имеет право похвастаться своими заслугами. Лауреат различных республиканских и международных фестивалей, преданные зрители и популярность далеко за пределами республики. Конечно же, зрители ждут новые премьеры, да, мы как бы начнем сезон тоже с премьеры, к которой уже достаточно давно основательно готовимся. Мы готовим сказку для детей, это прям вот обязательно наша традиция. У нас елки, поэтому мы готовим временские музыканты для наших самых маленьких зрителей, самых требовательных, прошу заметить. Третий звонок, приглушенный свет софитов и магия театра началась. При полном аншлаге зал бурными аплодисментами приветствовал начало театрального действия. Изумительная работа с декорациями и волшебной хореографией. Каждый актер на своем месте и прекрасно справляется. Зрителей уже с первой минуты охватило ощущение сопричастности к происходящим на сцене событиям. Оригинально, ярко и смело. Если вы не побывали на премьере, то у вас будет шанс увидеть спектакль в дни фестиваля национальной драматургии, которую наш город примет с 1 по 6 ноября, уже в седьмой раз, а пока насладитесь зажигательными моментами из постановки. Но кто же главный критик? Конечно же зрители. Ведь в первую очередь ради них актеры что-то греха таить попросту ночуют в театре. И все для того, чтобы порадовать любителей культурного отдыха. Постановки нравятся, на многие спектакли здесь ходили и вообще нравится в театр ходить. Очень нравится, потому что положительной энергией заряжаешься. После спектакля выходишь и чувствуешь себя совсем другим человеком. Спектакли хорошие, но актеры тоже хорошие играют. Динамично, трогательно и местами даже удивительно, а под конец и вовсе волшебно. Свой очередной сезон областной театр драмы и комедии начал триумфально. Впереди сотни спектаклей, безусловно, будут и премьеры. Максим Кембель, Максим Галеонко. Итоги недели.